Привет, дорогие друзья! Не так давно на канале у меня выходило видео по созданию таймлапса с помощью DSLR камеры. Но, вопреки того, что не у всех есть DSLR камера и не у всех есть дорогой смартфон, который позволяет снимать таймлапсы, я подумал, что стоит записать отдельное видео, в котором рассказать вам о том, как записать таймлапс с помощью бюджетного смартфона. В моем случае это Honor 8X. Поехали! А для создания нашего с вами шедевра нам с вами понадобится крепление для телефона. Оно стоит в пределах 300 рублей. И штатив. Вот таким образом у нас должна получиться с вами конструкция. Ну, не обязательно такая, конечно, конструкция у вас будет. У вас может быть другое крепление, но смысл один и тот же. Теперь устанавливаем эту конструкцию на штатив и приступаем к съемке. Запускаем Play Market и в поисковой строке набираем таймлапс. Есть множество программ, которые позволяют вам снимать таймлапс. Я буду использовать фреймлапс. Устанавливаем программу и переходим к ее настройке. Нажимаем на кнопку HQ и выбираем разрешение видео. У меня телефон не поддерживает Full HD. Скорее всего, из-за бесплатной версии. Поэтому оставляем 720. Теперь нажимаем кнопку с часами и выбираем время, через которое программа будет делать снимок. Установим на одну секунду. Иконка ниже отвечает за настройку общей продолжительности видео. Поставим 30 секунд. И переходим к самой нижней иконке. Настройки камеры. Для съемки в солнечный день можно выбрать Daylight. Я поставил Cloudy Daylight. Блокируем баланс белого, чтобы не было перепадов по цвету. Блокируем экспозицию, чтобы не было пересветов. Автофокус ставим на бесконечность. И включаем отображение сетки на экране для построения кадра. После общей настройки нажимаем большую круглую белую кнопку. Такой таймлапс получился в итоге. Да, безусловно, для хорошего качества записи таймлапса необходимо платить денежку. А если платить денежку совсем не хочется, но хочется более красивых кадров, есть дополнительный вариант. Выставляем в настройках вашей камеры задержку на 2 секунды. Делаем первый кадр. Камера отчелкивает 2 секунды. Появляется кнопка «Еще раз нажать кадр». И продолжаем в таком режиме до бесконечности, пока у вас не восстанет палец или рука. Качество картинки будет намного лучше, но этот способ полностью мануальный. Ну что ж, надеюсь, видео было для вас полезным. Увидимся в новом выпуске. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»